Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Снова мы с вами в сборе, чтобы оценить события фундаментального характера прошлой недели, взглянуть опять же на наши старые добрые идеи, также оценить их перспективы с учетом новостного содержания календаря текущей торговой сессии и предстоящих дней. В частности, чтобы не забегать далеко, конечно же, очень много у нас важных отчетов, которые только на повестке. Последующие торговых сессии, самое интересное, я думаю, что у нас будет торговая среда, поскольку мы ожидаем с вами подведения итогов двухдневного сседания американского регулятора с пересмотром процентных ставок. Ну, пересмотр, конечно же, в кавычках, поскольку уверен, что никаких изменений в монетарной политике не произойдет, но сейчас каждое последующее заседание ФРС интересно тем, что могут быть проргонены, скажем, слова по поводу перспектив сокращения баланса ФРС. Плюс ко всему у нас много отчетов по штатам, данные по ВУП, кстати, один из основных рейсов вообще последних недель. Они у нас уезжают на пятницу, мы будем, собственно, замыкать американской статистикой всю неделю. И хотя бы из этих отчетов, я надеюсь, что звезды так сойдутся, что появится хоть какой-то сигнал для того, чтобы мы смогли его неплохо откупить. Потому что верим настойчиво, настоятельно ставим на его дальнейший рост, но доллар пока нас не отбалует. Ну, наверное, и на нашей улице тоже должна быть музыка. Полагаю, что с учетом такого новостного фона, как в рамках текущей недели, мы правим рассчитывать на какие-то бонусы, скажем, бенефиты, преференции для себя с точки зрения поддержки. Ладно, о долларе мы с вами поговорим. Давайте, как и всегда, сначала коснемся нашего традиционного бренда. И, в целом, поговорим о том, что происходит с рынком нефти. 48,93. Закрытие первой торговой сессии этой недели. Сейчас котировки на отметке 49,06. То есть, закрыли мы первый день в плюсе. Сейчас можно сказать, что покупатели претендуют снова на тестирование сопротивления 50 долларов за баррель. Но не все так просто, скажем. Если обратить внимание на вчерашнюю торговую сессию, то стоит отметить, что инициатива в какой-то момент была и на стороне медведей, которые продолжили ставить на ожидания компании Petrologistics. В частности, это те эксперты, аналитики, которые оценивают предложение танкерного флота. Мы вчера касались этой темы. Медведи использовали ожидание роста добычи в ОПЕК примерно на 145-150 тысяч баррелей с потенциалом увеличения производства в рамках всех ближневосточных стран до 33,2 или даже 3 миллиона баррелей. Это много в связи с содействием инициативного пакта, а значит, это та статистика, которая будет затруднять этот переходный процесс. Процесс от перепроизводства к балансу, состоянию во всем рынке черного золота. Центральным событием вчерашнего дня стала встреча мониторингового кабинета. В частности, она прошла в этот раз в Санкт-Петербурге. Цель этой встречи, собственно, попытка оценить еще раз реализацию вообще энергетического пакта, определить степень исполнения отдельными регионами взятых на себя обязательств по ограничению добычи и выработка новых солидарных совместных мер, которые поспособствовали бы ребалансировке рынка черного золота. Ну, собственно, по факту тех решений, которые были достигнуты, чтобы не тянуть время, уже конкретно чего удалось добиться, а чего нет. То, что котировки нефти выросли, я думаю, что вы сразу понимаете, что на рынке было больше позитива, чем негатива. Но то, что котировки нефти выросли на символичные, скажем, показатели, с учетом такого новостного содержания, тоже нас направляет и позволяет сделать конкретные выводы. Ну, собственно, по поводу договоренности. Саудовская РА взяла на себя обязательства ограничить экспортные поставки 6 и 6 миллионами. Это меньше, чем они экспортировали, собственно, в последние месяцы. Но это не обещанная, скажем, коррекция по экспорту для компенсации роста добычи в Ливии и Нигерии, обещанная на 1 миллион. Вы помните, как на прошлой неделе были такие, скажем, сообщения, закинутые для анализа на рынок. Нигерия приняла участие в этой встрече. Это позитивный момент, потому что до последнего никто не видел, что они готовы поддержать вот эту высокопарную инициативу по снижению добычи, поскольку, ну, действительно, все заинтересованы в более высоких ценах на нефть и нужно для этого что-то делать. Но вот по факту того, на что готова пойти Нигерия. Собственно, так же, как мы с вами обсуждали еще, по-моему, неделю-две назад, потому что Нигерия не против поддержать условия вот этого пакта, но только после того, как им удастся стабилизировать объемы добычи на тех уровнях, которые изначально были для них целевыми. То есть, во время действия первого этапа аналитического пакта Ливия и Нигерия, я думаю, вы наверняка это знаете, исключены соглашения ОПЕК, поскольку, исходя из гуманитарных соображений, им позволили наверстать объемы добычи, которые были явно утеряны по показателям из-за военных действий и конфликтов. И сейчас в Нигерии добывается примерно 1,6 миллиона баррелей в сутки, чуть поменьше даже. И Нигерия поддерживает аналитический пакт только после того, как достигнут планки в 1,8 миллиона. Ну, можно сказать, что что было, что нет в Нигерии. То есть, производство нефти будет сохранено на прежних показателях, предложение будет расти, и когда-то, может быть, спустя несколько кварталов, снова можно будет вернуться к этому региону как потенциальному участнику соглашений. Но пока, друзья, позитива нет. И в целом, по результатам на встрече, я думаю, что мы можем уже сделать абсолютно оправданные и объективные выводы о том, что рынок нефти не получил того мощнейшего фундаментального позитива, на который надеялся и рассчитывал. Значит, вся нефтянка будет, как и раньше, местом сплочения продавцов, медведей, которых теперь будет становиться все больше и больше, потому что оптимистам, по сути, не на что ставить соглашение. Точнее, встреча уже миновала. Следующая пройдет нескоро. До этих пор очень много воды утекет, очень много отчетов выйдет. Мы продолжим следить за американской статистикой. Сегодня у нас торговая сессия вторника. И, соответственно, в 23.30 данные от Американского института нефти по запасам. Можно для общего развития взглянуть на эту цифру. Будет очень интересовать, конечно же, официальный цифр. Они выйдут у нас завтра. Но мы с вами ожидаем еще одну неделю роста нефтедобычи. Мы с вами ожидаем то, что рост производства в рамках Штатов будет продолжать усиливаться, увеличиваться. И в конечном счете, к концу этого года, мы с вами выйдем на отметку в 10 миллионов баррелей. При этом я вот сегодня не буду ссылаться на конкретные инвестиционные банки. Его было очень много, даже не запоминаю. Но из них, поскольку приходится проанализировать все очень такой большой класс информации. Вы знаете, что сейчас, по данным Бэкер Хьюз, количество методических терминалов составляет 764 штуки. Ну, с учетом того, что на одну единицу меньше стало за прошлую неделю. Так вот, есть ожидание, что сланцевый бум продолжится. И к концу этого года мы с вами, как трейдеры, наблюдающие за этой статистикой, и понимающие то, что она и усиливает, опять же, перепроизводство. Потому что чем больше сланцевых терминалов, тем больше добывается нефти. А число этих сланцево-боровых вырастет до тысячи, друзья. Вот такие у нас с вами предстоящие рекордные показатели. Тысяча платформ, 10 миллионов баррелей в сутки по добыче. И вопрос в студию на засыпку, ну, разве нет на этом, может расти. Ну, я думаю, что в ответе вы не нуждаетесь, поскольку он уже, наверное, в крови продавцов. И в связи с этим мы и придерживаемся наших коротких позиций. Российская валюта 59,89. Вроде бы как цены на нефть растут, держатся рядом с отметкой 50 рублей за доллар, а рубль девальвируется. Ну, во-первых, друзья, это нормально, потому что рубль сейчас начинает мириться, скажем, с судьбой аутсайдеров, потому что уровни текущие, они абсолютно не, на мой взгляд, еще несправедливы, даже не близки к этим назначениям. Если оценивать показатели достаточности российского бюджета, если подходить к этому вопросу, к перспективам рубля с точки зрения стоимости, рублевой стоимости баррелей нефти, то рубль сейчас должен котироваться выше 62. Ему есть куда падать, и, собственно, это он сейчас и делает. Ну, на рынке последние несколько дней весьма актуальная тема с новым витком эскалации, скажем так, санкционной активности со стороны США. В частности, Конгресс согласовал законопроект новых, более жестких санкций. Собственно, сегодня будут обсуждать, дали вопрос, подпишет ли их Трамп, но считается то, что Трамп, скорее всего, их подпишет. И я думаю, то, что вот эта агрессия дистрибционная, ограничительная, она, конечно же, не способствует интересу к развивающимся рынкам, таким, который оставился лучевым заложником этого фундамента. Конечно же, прежде всего, речь идет о России. Поэтому рублю приходится сейчас терпеть давление со стороны вопроса санкций. Рублю придется еще столкнуться с еще большими нас продажами по факту снижения нефти. И налоговый период уже вот-вот будет завершен. То есть, даже такого смягчающего обстоятельства для поддержки локальной рубля также уже не будет. Надеюсь, то, что вы уже в длинных позициях, друзья, и понимаете, почему рубль должен дальше ослабеть. Доллар японская. Мы вчера обращали внимание на этот дуэт активов, но, к сожалению, уже констатировали то, что доллар, судя по всему, смирился своей самой незавидной участью, очень легко отдает пункты японской валюты, даже невзирая на ту поддержку, которая на рынке присутствует. Ну, поддержку статистическую, политическую, это все-таки больше негативная, потому что она стала причиной обвала, собственно, долларового индекса. Сейчас он находится на минимуме больше, чем за год. Это причина, это эскалация политической неопределенности. Вокруг администрации Трампа и его лично эта эскалация подорвала уверенность трейдеров в способности Трампа выполнять все обещания, которые он дал еще во время своей поливыборной кампании по поводу увеличения бюджетных расходов и сокращения налогов. Вслед за поиском, скажем, связей Трампа с российской стороной администрация Трампа столкнулась с еще одной проблемой. Это отставка пресс-секретаря Белого дома. Ну, самое главное, друзья, на что это указывает? На то, что с окружением Трампа самые настоящие трудности, если не сказать критические проблемы. Потому что все скандалы, которые вспыхивают в последнее время, они касаются, прежде всего, его круга первого. А значит, ну, не могут провоцировать другой реакции, кроме как той, которую мы наблюдаем. Плюс ко всему спецпрокурор Мюллер сейчас начинает копать уже под бизнес Трампа, тоже там ищутся российские следы и связи с российской стороной. Трамп, как я уже отметил, встречные, скажем, нападнические такие проявления и действия Батрис Мюллера. Здесь уже ищутся связи с Демократической партией по поводу финансирования. Трамп хочет уличить его политической предвзятости. Но хочется верить в то, что эти скандалы, интриги, расследования очень быстро сойдут на нет. И мы все-таки с вами, как фундаменталисты, сможем не обращать внимания на вот эти форс-мажорные обстоятельства. Мы знали, что Трамп противоречивая фигура, очень скандальная. Но вот, к сожалению, раньше, когда Трамп не был президентом, и, соответственно, не имел возможности оказывать такого давления на стабильность всей мировой финансовой конъюнктуры, а иначе сказать нельзя, потому что доллары доходности тренжерис, они влияют вообще на все финансовые активы. Сейчас мы уже констатируем это с большей, скажем, заинтересованностью, потому что все эти активы, они являются основой нашей торговли. Но помимо политических интриг, есть еще и статистика. Вчера я хочу сделать акцент на то, что именно статистика вытащила доллар с минимальных значений, потому что у нас были очень сильные данные по PMI в производственном секторе. Это максимальное значение за последние 4 месяца. 53,2% с 52%, в сфере услуг 54,2% максимум за последние 6 месяцев. То есть статистика нас, в принципе, обнадеживает уже на протяжении многих недель. Мы с этой сильной статистикой подошли к очередному заседанию ФРС. Важно отметить то, что это заседание не будет приправлено пресс-конференции, поэтому считается то, что без пресс-конференции никаких важных решений не принимается, потому что пресс-конференции должны быть. На пресс-конференциях, по сути, объясняют причины каких-либо изменений, и на пресс-конференции есть возможность у заинтересованных лиц задать вопрос и получить соответствующие ответы. Поскольку пресс-конференции в этот раз не будет, мы с вами смеялись уже с тем фактом, что каких-либо изменений серьезных с процентными ставками, может, тем более не произойдет. Но все-таки есть надежда на возможность подтверждения либо, скажем, подогрев ожиданий того, что ФРС начнет сокращать баланс уже в сентябре. И, разумеется, если хоть в каком-то формате эти идеи будут поддержаны, то доллар непременно покажет нам серьезное восстановление, которое мы ожидаем очень давно. Для американской валюты, по сути, предстоящее заседание ФРС – это последняя надежда. И, честно говоря, я тоже уже начинаю больше настраиваться даже с точки зрения скепсиса, потому что видел причин и факторов поддержки для доллара очень много и раньше, но они все не отработали себя. И, судя по всему, доллар больше даже заряжен на еще больше ослабление. Поэтому, как и многие трейдеры, я все-таки поднимаю обе руки за то, что хотя бы сейчас, пожалуйста, фундамент поспособствует росту, потому что в противном случае мы будем говорить про пропой в паре доллара и японская иена в поддержке 110 иен за доллар. Евро пользуется поддержкой своего статуса фондирования. Европейская валюта растет на ослабление доллара. При этом трейдеры, которые видят то, чего нет еще и продолжают обсуждать возможные приближающиеся сроки выхода Европейского Центрального Банка из действующих экономических стимулов, друзья, я даже не хочу говорить про это, потому что таких комментариев со стороны Европейского Центрального Банка нет. Поэтому не нужно оправдывать рост европейской валюты потенциальными изменениями, которые могут произойти монетарной политики. Давайте говорить про те факторы поддержки, которые присутствуют, и не больно. А это только слабый доллар. Как только доллар все-таки обретет уверенность в собственных силах и покажет нам восстановительную динамику, европейская валюта тоже начнет очень быстро корректироваться. Фонд против американцев. Сегодня у нас выступление представителя Банка Англии Халдина. В частности, событий сегодня очень немного. По сути, последняя спокойная торговая сессия недели завтра с утра прямо у нас на азиатской сессии будет греметь стихия относительно резервного банка Австралии и перспектив австралийца. Но сегодня по фунту в 20.00 состоится выступление этого представителя британского регулятора. Дополнительные комментарии по поводу того, что будет 3 августа с процентными ставками, могут стать причиной мощных движений по британцам. Мы вчера с вами, касаясь этой темы, уже смирились с тем фактом, и я думаю, что мне удалось убедить вас, что исходя из последних данных по инфляции, сейчас будет крайне глупо изменять процентные ставки. Поэтому, если Халдин отметит то, что экономические системы, собственно, будут сохранены в неизменном формате еще в какой-то период времени, то есть Англия проживет с низкими процентными ставками еще пару кварталов, ну, по крайней мере, до конца 2017 года. Это может выступить причиной, искомой для ослабления британца. Фунт сейчас против доллара 1.30-1.32. Снова мы ушли выше этого злополучного, собственно, сопротивления, но далеко, опять же, от него не отошли. Поэтому пробой сверху вниз может произойти в любой момент. И с учетом такой потенциальной фундаментальной поддержки и мы можем верить, что это случится сегодня. По австралийцам, друзья, завтра в 4.30 по москасскому времени будут опубликованы данные по индексу потребительских цен. Если вы посмотрите на содержание экономического календаря и по прогнозам оцените те цифры, которые вроде бы как прогнозируются, вы сможете убедиться в том, что университет должна снизиться. Соответственно, при снижении индекса потребительских цен есть все-таки надежда нам дальше спекулировать на сохранение экономических стимул. Тем более, что вслед за этим в 6.05 по московскому времени, то есть до нашего брифинга, завтрашний брифинг будет уже... у меня будет возможность побольше вам рассказать про австралийц, потому что все вот эти события, которые я сейчас анонсирую, они уже будут в прошлом. Я, соответственно, подведу итоги уже. Ну вот в 6.05 выступление Филиппа Лоуи, который является выхвативом Центрального банка в Сталии. Скорее всего, как и ожидается, будет значительно мягким. Поэтому австралийц продолжит снижаться, тем более, что уже все признали, что этот актив забрался крайне высоко. Наверное, так же высоко, как и канадец сейчас. То есть их нужно спускать на землю. И в отношении австралийца здесь все более-менее понятно, потому что и девель, который является, по сути, единомышленником Филиппа Лоуи, уже отметил на прошлой неделе то, что резервный банк Австралии начинает вот так вот через словесные интервенции бороться с укреплением чрезмерным этого актива. Повторяю эту риторику Филиппа Лоуи, то давление на австралийц будет еще более выраженным. Из текущих значений 0.79.40 мы пойдем с вами к нашей недельной цели, это 0.78.50. Доллар канадец. Канадская валюта просто назло всем продолжает укрепляться. Вчера, возможно, если искать фундаментальную поддержку, можно интерес к этому активу связать с решением Fitch, которое подтвердили рейтинг Канады на самом высоком уровне. Это три буквки А. Вы знаете, что более стабильного рейтинга не найти. Прогноз также остается стабильным. Fitch ожидает рост экономики в этом году до 2,5%. Это лучше, чем я прогнозировал. Но это еще не факт, потому что прогнозировать можно все, что угодно. А вот цифры, они будут у нас позже. Но я надеюсь, что трейдеры все-таки пусть и с отложенным эффектом, но вспомнят про последние отчеты по рознице, которые вышли в пятницу, про снижение инфляции и про потенциальные риски для рынка нефти, которые также не могут пройти бесследно для этого актива. 1,25 мы сейчас даже видим ниже котировки. Все уже инвестиционные банки сигнализируют о том, сколько можно. Куда еще канадец собрался? Поддержка эта уже многомесячная. Даже за несколько лет ее пробить при текущем фундаменте будет очень трудно. Ну, если разве что не еще одно решение о росте процентных ставок, мы понимаем, что Банк Канады не пойдет на такое решение, на повторное после прошлого, принятого. И, соответственно, друзья, оценивая весь тот фундамент, который я сейчас уже сделал, акцент, нужно все-таки смириться с тем, что в этот актив начнут подключаться сейчас все больше и больше медведей. Но пока торговать этой валютной парой я также не рекомендую. По Франку у нас давними не было новостей, но вот, по сути, комментарии Джордана, который управляет Национальный банк Швейцарии, о том, что курс Франка крайне переоценен, в связи с чем, что Национальный банк Швейцарии готов проводить валюты и интервенции для того, чтобы оказывать давление на этот актив. Но я уже устал от таких комментариев, потому что мы их слышали тогда, когда пара, даже самый доллар-франк, держалась на отметке 0,98, сейчас у нас уровень уже 0,95, и ни о каком пока ослаблении Франка мы говорить не можем. Но, возможно, действительно, Франк сейчас больше сопряжен тоже на долларе, и слабость доллара – основной катализатор движения этой валютной пары. Ситуация должна измениться и может измениться только в том случае, если доллар забудет о политических стрясках и перейдет к оценке здравой фундамента и дальнейших ожиданиях еще одного, скажем, этапа – нормализации денежно-кредитной политики и повышения как-то срочных расставок по федеральным фундаментам. Поэтому по доллару, в принципе, я уже сказал, по франку, только в случае роста доллара мы сможем увидеть восстановление пары доллар-франк и, соответственно, ослабление этого актива. Ну а по остальным активам все без изменений. Золото у нас пользуется слабостью доллара, соответственно, растет. Пока трудно сказать, докуда актив может добраться, но то, что мы уже вышли 1250 долларов за тройскую фундаменту – это такой локальный экстремум. Обычно на этих уровнях идет уже слом локального трендового движения и контрнаступление медведей. Возможно, произойдет это также и сейчас. По СНП 2468 фунтов пока держимся на месте. День очень важный сегодня, собственно, так же, как и вся неделя определяющая для американской фондовой секции. Но, как и раньше, друзья, пока я вижу больше рисков для коррекции американской фонды, поэтому рекомендую держаться подальше. На этом, собственно, все. Большое спасибо всем за внимание. Завтра мы с вами снова увидимся в 9.30 по московскому времени. В прямом эфире через Перископ. Задавайте вопросы, не стесняйтесь, оставляйте ваши комментарии на канале на YouTube. Я стараюсь тоже поддерживать обратную связь и отвечать на те вопросы, которые я вижу. И большое спасибо, друзья, тем, кто не стесняется и мотивирует меня на продолжение этой деятельности, ставя большие пальцы, лайки. За это, правда, отдельная благодарность. На этом, собственно, все. Всего доброго. До свидания.